Да, как вы поняли, это видео, в котором я покажу некоторые места, где находятся все растения в игре The Forest. То есть не все в одной куче, а именно по местам, где находятся АО, Цикорий, Календова и Эхинацея. Нашей отправной точкой будет служить яхта, потому что все знают, где она находится, все там были. Кто играл, все там были. И вот, стоя спиной к яхте и повернув направо, вот слегка направо, вот еще дерево есть поваленное, тут находится Эхинацея. Вот прямо 100% находится там штук, несколько штучек находится. И бывают еще Цикорий. И очень советую вам все-таки смотреть поднюги. Потому что эти растения непредсказуемы. Их можно идти, можно идти везде, кроме, понятно, зимнего биома. Потому что там ничего не растет. И на границах зимнего и нормального биома лесного. Вот. А теперь, получается, вернувшись к яхте, мы идем чуть-чуть левее. Где там наклон вверх. Как это называется? Вот. Идем чуть выше. И там смотрим очень внимательно в землю. И там будет, там будет алоэ. Там цветет Цикорий. И бывает календаро. Редко, но бывает. Также вот в этом клочке земли, получается, как я не знаю, как это назвать. Ну, видно, что деревни растут. Вот она алоэ. Вот так он выглядит. На самом деле, о алоэ, вот, труднее всего для меня это алоэ. Потому что он все-таки сливается с этой травой. Вот на этом клочке здесь алоэ, цикорий. Они растут здесь. Показываю я в мире с режимом сложности выживания. Так что, бывает. Все-таки, типа, они не спавнятся, если чуть-чуть отойти, прийти обратно, они появятся потом. Выживание, это так работает. И, получается, идем теперь чисто налево к большому дереву. И тут у нас растет только календула, только цикорий. И получается, смотрите, как. Именно рядом, прям с большим деревом, прямо вот тут, вот, вот, не знаю, в небольшом радиусе от него и растет только календула. А вот чуть дальше, от самого дерева, ближе к якорю, ну, в сторону якоря, если идти, уже цветет цикорий. И бывает, там растут ягодки. Вот, рядом с ягодами, вот и нужно искать этот цикорий. Он растет там. Теперь мы побежим от большого дерева к одному из больших озер. Смотрим. Куда я смотрю? Вот, чисто прямо. Вон тогда. И бежим прямо. А рядом с этим озером растет. Бывает, можно найти алоэ. Не такой частый гость, но он бывает. И 100% можно найти эхиноцерю. А следующее место, где очень много алоэ, находится вот в каком месте. Чтобы до него добраться, до этого места, нам нужно сначала найти возле пляжа лагерь из трех хижин. Из трех хижин. Обрегет. Получается. Это отправная точка. Рядом с ними есть палатки оранжевые, где можно сохраниться вот на это место. И получается, мы бежим по пляжу. Обогнув мы бежим вот так вот прямо, как Мигуя. Также по пути нам может попасть календура. И бывает алоэ. На самом деле, тут календура, календура тут точно будет прямо, не сомневайтесь. И добежав до речки с водопадом, получается, есть вот пять хижиновых легенд. И вот оно, оно. есть так же в окно, не интересует в этом видео. И вот видеть, здесь очень много алоэ. вот прям вот просто крафт и не хочу. Еще два места. Находится очень рядом с контейнерами, также рядом там с якорем, но отворонной точкой будет контейнером, чтобы было понятно. Вот, бежим, получается, от контейнерной слева все бежим, бежим прямо. справа разбитая старая лодка, в которой веревка есть. Но это не важно. Вот бежим прямо как я бегу. Также вот чемоданы лежат. И вот чуть правее получается этих чемоданов мы уберем и идем прямо. И здесь растет ахиноцея. Ну, прям сто процентов. Сколько я там не ходил, она всегда была. Ну, у меня всегда была. не знаю, никто шибко не замечает, но она есть. Вот она хиноцея. Взяв получается этого места чуть правее теперь идем прямо. Направо идем прямо и мы должны найти большое дерево. Наткнуться на большое дерево вон оно и возле него растет также календава. Не знаю, какие-то мистические деревья возле них календава растет. Я прям в шоке. Вот это календава все, пожалуйста. Может быть алоэ, быть тут, может быть алоэ, нужно быть внимательным. Следующее место находится получается кратер и на другом берегу нам нужно нам нужно на другой берег от кратера. забираемся наверх и видим тут чемоданы. В них сигнальные огни для сигнальных пистолетов можно использовать файер алоэ и стрелы есть. не суть важна. Проходим дальше и видим эхинацея эхинацея растет. Бывает алоэ, будьте внимательны. Еще раз повторю, смотрите подвиги очень внимательно. Если эхинацея в принципе можно определить, то алоэ все-таки там трава везде хрен заметишь оттого проблемы с ним все-таки. Следующее место рядом с хижиной вон они идем к ним сначала рядом с ними мы берем чуть левее получается от них уже бежим растет цикорий вот пожалуйста не так много его конечно здесь но он растет здесь даже бывает алоэ пойти еще левее получается вон туда вот если пойти это путь сзади меня хижина ну хижины получается поднявсь сюда мы найдем эхинацея опять эхинацея на самом деле вот раньше я думал что эхинацея это очень редкое растение но наиграв уже в принципе нормально часов я понял что это не так эхинацея очень много в игре здесь только растет эхинацея я больше здесь ничего не встречал и последнее место где можно точно найти это главная деревня аборигенов придя именно с этого места где мы сейчас только что были мы сначала накремся на отдельные хижины покажу ближе все-таки от центра деревни где это находится так ну вот она получается главная деревня вон пещера находите я не буду вот пещерам и вот здесь вот если пойти сюда здесь растет цикорий ила алоэ редко почему-то ну вот алоэ пожалуйста бывает почему-то цикория не спавнится что-ли не знаю почему то ли не подружается не знаю ну они бывают просто я пока бегал были алоэ все пожалуйста есть в принципе на этом у меня все я показал самые распространенные места где я находил больше всего все растения еще раз говорю когда вы будете бежать по лесу убегать ну и там гоняться за кем просто гулять не знаю сделайте запорность это ваше дело смотрите под ноги все-таки колен календула алоэ и цикория все-таки растут в самом внутри леса их трудно пропустить особенно алоэ хиноцейна в рандомных местах не спавнится но я не видел больше ее пока нигде все места где я видел хиноцей я показал а вот календула алоэ и цикория все-таки растут еще в других частях леса которые показывать показывать не вижу смысла потому что это можно ориентироваться по лесу а не бывают таких рандомных местах что потом хрен найдешь вот и спасибо вам за просмотр здесь был зарок всем удачи всем пока Субтитры сделал DimaTorzok